Девушки отдыхают Когда Господь Иисус Христос появился на Иордаме, то Иоанн Христос, указывая на него, сказал «Все Агнец Божий – земля грехи мира». И на следующий день снова это повторить. Агнец Божий, Агнец в древности, была жертва искупительная за грехи. И вот об этом-то и говорит креститель, что тот, на кого он указывает и называет тармцем Божиим, все это и есть искупительная жертва за грехи человечества. Легко сказать и написать, если угодно, совзял на себя хитрых грехи. Но Господь Иисус Христос, Бога-человек, Сын Божий, воплотившийся, оставшийся Богом, как Бог Смогущий, и в то же самое время соединивший Свою Божественную природу с человеческой природой, он взял на себя грехи всего мира не так, как это можем мы сказать, а взял их по свеству. Митрополит Антоний любил Рождественять, что тайное искупление – это есть бездна премудрости и благости Божьей, и в то же самое время, это есть страшная тайна. Владыка Антоний говорил, что если бы человек мог бы только увидеть и узнать, что пережил Господь Иисус Христос в этом подвиге искупления своего, то, как говорил Владык Антоний, человек сгорел бы, не вынес этого. Вот почему для нас это остается тайным. Страшное, неизберимое, бежное страдание, которое мы и представить не можем себе, становится действительно страшно, когда только подумаешь о том, что пережил тогда Господь. Ведь Он, повторяю, взял грехи на себя всего мира по существу. Мы не можем взять на себя сежие грехи. У каждого они остаются приседе. Но Бог всемогущий не имеет ничего невозможного для себя. Ему все возможно. И неподсеримым, непонятным для нас и страшным действием своего всемогущества Он действительно сделал то, что только может принять вера, а не рассудок человеческий. Он наши человеческие грехи взял на себя, как бы сделавши их своими личными грехами. И вот потому-то Он так страдал и скорбел. Мы знаем, как Он говорил своим апостолам, перед тем, как уже идти на этот путь страшных страданий. Душа моя скорбит смертельно, лишь корма есть душа моя до смерти. И тут же, честно по-человечески, понятно нам, просит своих апостолов. Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Побыть-то не побыли с Ним, но бодрствует не сумели. И все минуты, когда Он молился своей страшной, сверхъестественной, как все это называют, молитвой Викосимании, в это время они спали, почивали. А так Господь, произнеща свою эту молитву, обратился к Ним. За их дружеской, поддержкой, за поддержкой любви, повидавство не спят. Он к Петру только сказал, не мог ли ты поддейшать немного, потому что этот петс-то, как мы с вами знаем, клялся и обожившись, что он на смерть с Ним пойдет, а тот теперь зашмок, когда им было так тяжело. Но помните, возлюбленные, когда мы с вами размышляем о том, что Господь сделал за нас, то никогда не следует забывать, чтобы именно ради наших грехов Он оказался вокруг, на кресте его вокруг. Мы Его пригвоздили своими упорными и нераскаренными грехами ко Христу, и из-за наших грехов Он тебе возлежит безвластно и невижимым мертвецом вокруг. И когда будешь поклоняться Ему, благозатие Его язвы, делай это как безответно виновным. В том, что Он изъязвен, в том, что Он изранен, в том, что Он измучен, оплевым, позором покрыт, и теперь держит в гробе. Он, если мы это сделали, и Я из всяких другой, своими упорными грехами и своей неисправленностью. Не даром же сам Господь когда-то, когда почувствовал как-то очень болезненно неверность человеческого рода, воскликнуло, в Евангелии это записано, уродный, верный, развращенный, доколе я буду с вами, доколе я буду теперь петь вас. Вот как он был вообще тяжко с нами. А тут мы, повторяемые своими грехами, пригвоздили Его по Кресту и положили во гроб. Так и помнит душа крестьянская, когда будешь поклоняться Божественному Лечу в плащанице лежащему, когда будешь выбирать Его язвы, так безответно виновно это делай, потому что никто, кроме нас, не виноват в том, что Господь Иисус Христос, как говорил апостол, вместо предлежащей Ему славы, перенес эту срамоту и позор, и эту страшную, позорную, унизительную крестную смерть. Мы с вами знаем, соседей, после Его смерти, крест стал нашей драгоценностью и святыней, но пригвозили по Кресту, я повторяю, не войны, а мышлами, потому что если бы наших грехов не было, на нем нельзя, не было бы ему что-нибудь взять на себя, тогда бы не было ничего этого. Но Он пошел на этот страшный, сверхцеловеческий подвиг. Помните, как в Евангелии сказано, что Он до пота кровавого боролся в Генцеманском саду на этой страшной молитве. Почему Он был покрыт кровавым страшным позором? Когда-то свидетель Дмитрий Ростовский в своей вдохновенной проповеди говорил, как бы обращаясь к Спасителю, Господи, почему ты покрыт кровью? Кто тебе изранил? Не было ни креста, ни дичевания, ничего у тебя еще не было. Почему тебе из крови? И сам же отвечает, кто изранил? Любовь изранила. Потому что знал, богачеловек, столько воздвигивший нас грешник, что если он не совершит этого страшного подвига, то наша участь навеки в герене огненной, в страшных, нескончаемых и ужаснейших мучениях, которых мы себе представить не можем. А вот Он взял на себя все это страшное, тяжкое время греховное, и благодаря Его Святому и Великому подвигу мы имеем возможность уповать на то, что получим прощение наших грехов, именно им, омытых. И тогда можем надеяться, что Он и нас примет, Царствие Ебешное, так, как Он придал благоразумного разбойника. Аминь. 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 Аминь.